Возродили на курорте традицию сажать пальмы Победы педагоги и воспитанники эколого-биологического центра. И привлекли к этому все школы города. Сегодня ученики 20-й школы первыми участвуют в акции «Дерево памяти». Саженцы они получили в сочинском дендрарии, в администрации города. Остальные принесли из домашних участков. В год 70-летия Победы посадить пальму Победы ответственно и почетно. За ростом маленьких деревьев в школьных дворах будут следить с особым вниманием. В посадке пальм может участвовать любой школьник. Но здесь именно выпускной класс проявил больше активности. Они помогли ветеранам спуститься со школьных ступенек и вместе приступили к посадке. Особенно выпускной класс 11-й, как бы во главе этой акции будет стоять, выпускники школы посадят вот эту аллею Победы, чтобы осталась память о них. Григорию Ивановичу Матвеенко было 11 лет, когда началась война. Работал на заводе в Туапсе и там же попал под бомбежку. Это были дети войны. А сегодняшние дети Сочи не забывают приглашать в гости участников тех событий. Пальма Победы, как живой экспонат музея под открытым небом. А, Пальма Победы, да. Я эту школу устрою, а теперь еще Пальму буду садить. На территории 20-й школы получилась целая аллея Пальм. Здесь много солнца и положительной энергетики, а значит саженцы Пальм Победы должны хорошо пойти в рост. Каждый год 20 марта пообещали преподаватели школы, здесь будет проводиться митинг в честь акции «Дерево Победы» с участием ветеранов войны. Елена Авсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.